А вот к нам с Олей уже присоединился Денис Кротюк, первый заместитель министра сельского хозяйства Республики. И мы уже готовы поговорить о ситуации в супермаркетах на рынках, да и не только. Денис Васильевич, скажите, пожалуйста, откуда появляется дефицит? Очень много об этом говорят. Из-за паники он происходит? Из-за чего вообще это все случается? И стоит ли крымчанам переживать по этому поводу? Доброе утро. Ну, дефицит, наверное, появляется больше из-за некорректной работы, возможно, СМИ, возможно, людей, которые общаются между собой, немножко неправильно себя ведут. То есть, на самом деле, дефицита с продуктами, о котором все говорят, его на данный момент нет. Была небольшая, ну, скажем так, не дефицитная часть, а небольшая заминка в логистике, когда продукты, на которые резко повысился спрос, попали в супермаркет не через сутки, как обычно, а через двое, через трое. Вот так. Ну, в принципе, мы смотрели недавно, ну, материал готовили, в Керчи удалось пообщаться с мужчиной, и он говорит, вот вчера пришел в магазин, значит, гречки не было. Ну, сегодня пришел, уже есть. В связи с этим выросла, говорят, и цена, потому что вырос и спрос. Вот есть ли какая-то, не знаю, диагностика, насколько выросли цены или выросли они вообще? Да, мониторинг как бы ведется ежедневно. С прошлой недели мы ведем этот мониторинг. Относительно роста цены. Ну, здесь получилось два таких как бы фактора сложилось. То есть первый это фактор, небольшой рост, он действительно присутствует в связи с колебаниями на рынке, с общей такой конъюнктурой. А вот относительно роста спекулятивного, он существует, к сожалению, он фиксировался, сейчас его как можно меньше, это был на рынках такой рост. В магазинах, будь это сеть, будь это магазин, тоже какой-то сети, то есть вопросов никаких не возникало. По поводу гречки проблемы были какие? Даже не проблемы, а нюансы в том, что она на самом деле, как и любой товар, бывает разной ценовой категории. Обычно дешевая ценовая категория выбиралась в первую очередь и оставалась гречка, ну, якобы дорогая. Может быть брендированная, либо расфасованная как-то по-другому. То есть действительно цена на нее была выше. А вот если предотвращать эти спекуляции по поводу, например, гречки, возможно ли такое, что, например, один товар определенного количества в одни руки? Сеть, я не буду называть ее для рекламы, говорить, действительно такое, причем это введено не сейчас, это было в течение трех лет до этого. То есть такие товары, развесные товары, такие как гречка, рис или что-то, ну, старались не продавать больше трех килограмм в руки. Это было связано именно с тем, что иногда товар просто выкупался оптом и вывозился для продажи в другое место. То есть чтобы не было этой спекуляции. И сейчас такой фактор есть. То есть не более трех, четырех килограмм, это небольшая проблема. Ну, все зависит от товара. Ну, то есть это нельзя назвать дефицитом? Нет, это не дефицит, это просто методы сдерживания спекуляции на этом товаре в данный момент. В принципе, вот, как мы уже узнали, вообще по всей стране у нас, допустим, на гречку выросли продажи на 60%, на другие крупы на 50%, на туалетную бумагу, там, чуть ли не на 40%. А вот, как можно уже уточнить, удалось ли все же логистику наладить или нет? То есть все ли исправилось? Ее не просто удалось наладить, ее кардинальным образом пересмотрели на те товары, на которые повысился спрос. Ну, это вот мы во мониторинг сейчас говорите, это мониторинг прошлой недели, даже начало, даже может быть, двух недель назад. То есть сейчас еще выше цифры, да? Сейчас цифра ниже значительно, то есть сейчас дефицит от... И произошла какая-то ситуация, быстро выкуплен товар, поэтому показали резкий рост потребления этого продукта. Сейчас, я не буду говорить, о каких сетях, товар даже пытаются сдавать назад. То есть тоже гречка была куплена оптом по неинтересной цене, пытаются люди ее сдать. Вот так, сейчас такого дефицита уже нет. Существует небольшой дефицит на... Ну, возможно, не дефицит, а небольшой спрос на тот же сахар, на тот же крупу, какую-то определенную крупу. Ну, в принципе, она есть в доступе в любых соседних магазинах без всяких проблем. Могли бы сказать, как сейчас сопроводится и осуществляется контроль роста цен? Ну, то есть что делается для того, чтобы... Да, контроль роста цен осуществляется. Ежедневно сотрудники Минсельхоза, Минпромторга выезжают в торговые сети, в основном это крупные сети. По ним как бы легче, они как лакомсовая бумага, по ним проще отследить. И проводится мониторинг, проводится сводка, которая дается на оперативный штаб, ЖС Министров. Ну, также был с Советом Министров и с крупными сетями подписан меморандум, что был выделен ряд товаров, на которые наценка социальных товаров, на которые наценка должна быть не более 5%. Денис Васильевич, а куда обращаться, вот если человек, например, зашел в магазин и действительно наценка просто грандиозная? Видит гречка 80 рублей на рассыпной, допустим. Любые, я думаю, существуют, на сайт любого министерства того же Минсельхоза, Минпромторга, того же ФАС, Федеральной антимонопольной службы существует горячая линия, можно туда обратиться и сообщить. Ну, то есть надо фотографировать? Не на словах? Да, однозначно, если человек видит, что действительно цена, ну, все разумные пределы, такое бывает, ну, я надеюсь, этого не будет, сейчас этого значительно стало меньше. Хотя буквально вчера я слышал, что, ну, читал, гречка должна стоить не более чем 65 рублей за килограмм, это если рассыпная была. Ну, вот вчера, допустим, в одну сетей 67 наблюдали, но проводили опрос у населения, как мы свой, с моим коллегой-оператором, и, в принципе, ни одного человека, который там говорил, что существенный рост я заметил, ну, таких мы не нашли, только единственное, говорят, да, сахар там 20 с копейками, а был сейчас 30, то есть, ну, там, рублей 80. Ну, опять же, это проблема именно логистики, проблема в том, что быстро выбрали склады, находящиеся рядом, логистические центры, и та же гречиха начинает поступать достаточно издалека, то есть это Алтайский край, то есть все-таки плечо логистики большой, и поэтому цена, соответственно, немножко повыше. Я думаю, вы наверняка сидите в социальных сетях и тоже видели этот ролик, если не видели, сейчас я вам расскажу, когда мужчина подходит с корзинкой, значит, выгребает с полки, получается, много продуктов, вот как вы к таким случаям относитесь? Ну, негативно, я не буду говорить, как я к этому отношусь, но это крайне неправильное поведение людей, так делать нельзя, однозначно. То есть это сеет панику и создает... Ну да, это такой небольшой как бы саботаж, который надо пресекать, не допускать, и благодаря тем же вот роликам в интернете, чем больше будут люди показывать правду, как оно действительно происходит или как люди пиарятся, я думаю, от этого будет значительно меньше таких роликов. Я предлагаю обратить внимание на тенденцию, то есть вы уже успели отметить, что рост, точнее продаж, он будет снижаться? Да, он снизился очень сильно, да. Как вы думаете, может ли это впоследствии отразиться на ценах? Вы имеете в виду падение спроса такого? Я думаю, что нет, не повлияет. То есть оно сейчас поднялось, определенные отметки так и будет держаться? Да, то есть цена подскочила вначале из-за дефицита небольшого, потом она опустится, произойдет так называемый отскок назад этой цены, и она все-таки стабилизируется в определенном... Ну, опять же, все продукты разные, мы не можем их объединять в одну какую-то группу. Ну, а можем ли мы сейчас говорить о том, что, например, вот к курортному сезону продукция уменьшится в цене или, наоборот, вырастет? Я думаю, какая-то часть, ну, те же овощи и фрукты, которые пойдут свежие, которые будут не с хранения, они будут значительно дешевле, это однозначно. Но это те, которые производятся на территории Крыма или так же завозные? Я думаю, что завозные тоже будут. Все-таки существует определенная сезонность. Мы попали как раз таки, ну, так называемым, в кавычках, дефицитом именно в весенний период, когда продукция прошлого года просто идет с хранения. Она немножко дороже за счет хранения. Когда она пойдет свежая, она значительно будет дешевле. Я думаю, многие наши зрители, которые нас сейчас смотрят, скажут, вот у вас в гостях был первый заместитель министра сельского хозяйства, а вы его не спросили, как же у нас ситуация из-за перепада температур, стоит ли опасаться, что урожая не будет? Мы спросим. Давайте спросим. Давайте спросим. Да, вы уже спросили, я так понял. Хорошо, ну, я вам скажу откровенно, часть культуры у нас пострадала, но это в основном аврикос, которого у нас не так много. Немножко мы потеряли частично персик ранний, но я думаю, ситуация будет... Я вам скажу откровенно, в момент производства сада, когда дерево пышно расцветает, часть цветков убирают технологически все равно в саду. То есть их не оставляют для того, чтобы получить качественный большой урожай. Поэтому эта гибель, которая произошла, она будет в некоторых деревьях попадать в технологические рамки. То есть она не больше, чем эта. Действительно, будет значительно, будем мониторить. Я думаю, что нужно дождаться все-таки еще пару недель, когда вот эти температуры стабилизируются и будет более понятно. Но мы пока будем ждать хороших температур. Спасибо вам за приятные новости. И мы готовы перейти к нашей следующей рубрике, к новостям из интернета. Продолжение следует...